А теперь давайте посмотрим, какие показания выдаёт прибор мультиметр цифровой АПА-305 по переменному напряжению. Давайте посмотрим. Значит, прибор поставили. 1 вольт. 1 вольт. На установке для проверки вольтметров установили нулевое показание для точности измерений. Ну вот и, соответственно, 1 вольт. Смотрим. 1 вольт. Отлично. Так, 10 вольт. 10 и 0. Отличные показания. 100 вольт. 100. 100. 100 и 3. Видите? Так, 200. 300 вернее. 300 вольт. Вот. Здесь уже высокое напряжение. Пикет предупреждаю, что высокое напряжение. 298 и 3. А теперь проверим, какие показания выдаёт прибор АПА-305 по постоянному напряжению. При помощи прибора для проверки вольтметров программируем В1.13 будем подавать напряжение на мультиметры измерять. Ну вот, допустим, 1 вольт. Смотрим. 0.99. Отлично. 10 вольт. 9 и 9. 50 вольт. 49 и 8. Уже большое напряжение пошло. 100 вольт. 99 и 7. Видите? Вот такие вот показания выдаёт уже этот прибор АПА-305. Вполне для бытового устройства. Вполне достойные показания. А теперь давайте посмотрим, какие показания выдаёт мультиметр, когда мы подаём ток на него при помощи того же прибора. Вольтметра я программирую В1.13, переключив его в режим тока. Ну вот, давайте вот переключили миллиамперы. А им миллиампер подаём. Смотрим. Смотрим. 0.99. Так, значит, 10. 9 и 9. Так, давайте 50. Смотрим. 49 и 9. Давайте 100 миллиампер. 100 миллиампер. 99 и 8. Миллиампер. Вот такие вот показания выдаёт мультиметр цифровой АПА-305. А теперь давайте посмотрим, какие показания выдаёт мультиметр АПА-305 при измерении частоты. С генератора сигналов Г4-158 подаём частоту. В данный момент 10 килогерц. Видите? Показания тоже 10 килогерц. Меняем. 20. Смотрим показания. 20, 0, 0, 1. Отлично. 30, 30, 0, 0, 2. Видите, да? Дальше. 50 килогерц подаём. Смотрим. 50 и 0 вообще. 1 в 1. 50 килогерц. Теперь давайте 100. 100 посмотрим. 100 килогерц. Видите? Частота 1 в 1. Дальше сколько там? Ну, давайте. 500 килогерц. 0,05 мегагерца показывает. Всё правильно. А теперь давайте посмотрим, какие показания выдаёт мультиметр АПА-305 по сопротивлению. С магазина сопротивлений, эталонного подаём сопротивление и измеряем. Ну, начнём с 10 Ом. 10 Ом. 10, 0,3. Имейте в виду, что когда здесь 0 не выставляется, поэтому 0,03, видите, мы, соответственно, отнимаем отца и получаем точную цифру. Так, 100. 100. Отлично. 100 и 0. 1 кОм. 1,0 вообще идеально по кОмам. Давайте 5 кОм. 5 кОм. 5,00. 10 кОм. Теперь посмотрим. 10,00. Отличные показания. И давайте последнее 100. 100 кОм. 100. Отлично. Отличные показания прибора. Отличные показания. Отличные показания.